МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты в студии Алены Жукова. Сегодня Международный день инвалидов. Соответствующая резолюция принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Государства и международные организации были призваны к сотрудничеству и проведению мероприятий в рамках Международного дня инвалидов, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями и лучше интегрировать их в жизни общества. Сегодня в республике проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов. Одной из площадок празднования Международного дня инвалидов стал ДК «Химик». В Новочебоксарске. Для людей с ограниченными возможностями концертная программа с говорящим названием «Возьмемся за руки друзья». В этот день со сцены к собравшимся обращается официальная делегация, в составе которой член Совета Федерации России Галина Николаева, постоянный участник таких встреч. Будем делать все возможное для того, чтобы на государственном уровне решались все вопросы по-жизненному, по-настоящему и надежно. Всем вам силу духа хочу пожелать и дальше. Хочу удивляться вашими талантами и способностями, потому что вы стараетесь не отставать и в спорте, в культуре, в искусстве. По данным Республиканского Минздрава, в Чувашии на сегодня более 88 тысяч инвалидов. Около 8 тысяч из них нуждаются в средствах реабилитации. Из федерального бюджета на данные цели выделяются средства. Финансирование этой строки ежегодно усиливается. Средства реабилитации становятся дороже, а вместе с тем совершеннее. Есть протезы с электронным управлением, коляски с новыми функциями, цифровые слуховые аппараты. В республике создается единая база данных об инвалидах и их потребностях, а также формируется доступная среда. Но, несмотря на все предпринимаемые усилия, многое еще предстоит сделать. Это доступная среда не только пандус. Инвалид, выходя из дома, преодолеть должен и первый этаж, где с лифта вышел, а с первого этажа до лифта, то есть до пандуса надо дойти. Вот эти проблемы тоже, они остаются пока на сегодняшний день. Мне многие задают, как у вас решается вопрос обеспечением квартиры с удобствами, то есть по доступной среде. Ну, наверное, можно сказать, пока тяжеловато. В честь Международного дня инвалидов на сцене ДК песни и танцы. Концертные номера сочетаются с церемонией награждения. Общественные организации отмечают людей с активной жизненной позицией, внесших вклад в общее дело помощи инвалидам. Среди награждаемых – общественники, руководители предприятий и организаций. Ольга Григорьева, Сергей Рябчиков, Республика. Инвалид-человек вынужден использовать в повседневной жизни чуть больше приспособлений, чем здоровые люди. На совещании главы Чувашии с правительством Республики обсудили, как решается вопрос обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан с числа ветеранов техническими средствами реабилитации. В Чувашии в колясках, протезах, слуховых аппаратах нуждается 8 тысяч человек. Минздрав соцразвития сообщает, средств на приобретение технических приспособлений с каждым годом выделяется все больше. Общие финансовые средства выделяются федеральным бюджетом и поступают в бюджет Республики. Ежегодно выделялось порядка 140 миллионов рублей как базовая сумма. И затем дополнительно выделялось в 2011 году 5,4 миллиона, в прошлом году порядка 40 миллионов. На сегодняшний день уже выделено 13,7 миллиона рублей. И заявка на 26 миллионов находится на согласовании в Министерстве труда. Сегодня, по данным Минздрав соцразвития, в Республике обеспечены необходимыми средствами реабилитации 100% детей инвалидов и 80% взрослых. С каждым годом потребность сокращается. Протезы, коляски, другая техника становятся более совершенны, служат дольше. Правда, и стоят дороже. И, конечно же, инвалиды сегодня уже предъявляют серьезные требования по обеспечению дорогостоящими колясками. То есть коляски, которые стоят и 100, и 150 тысяч рублей. Да, на сегодняшний день коляски, которые закупаются, это основные базовые, от 5 до 20 тысяч рублей. Конечно, обеспечить всех колясками за 100 тысяч, но пока мы, в общем-то, не в состоянии. Обсудили и реализацию программы «Доступная среда». В последнее время инфраструктура для людей с ограниченными возможностями активно развивается. Но есть и негативные примеры. Проблема доступности у нас на сегодняшний день остается. То есть есть коммерческие организации, которым предписание дали, чтобы они там сделали, чтобы инвалид на коляске мог заехать, мог выехать, или уклон не соответствует, или вообще безобразно не сделано. В общем, с учетом того, что сегодня обсуждаем данный вопрос, вот до Нового года, по крайней мере, надо по максимуму постараться привести в соответствие все эти площадки, которые на самом деле не соответствуют. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. В канун Международного дня инвалидов республиканский филиал общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане подвел итоги 12-летней деятельности. Немаловажное значение в работе организации имеет межведомственное взаимодействие. Партнерские отношения помогают в решении насущных проблем ветеранов во многих сферах жизни. Так, благодаря указу главы республики, с 1 января 2012 года участники боевых действий получают дополнительную финансовую поддержку. Инвалиды первой группы 900 рублей, второй 700, третий 500 рублей. Итоги работы проделанной организации за 12 лет впечатляют. Ровно два года назад в этом же зале мы отмечали десятилетие нашей с вами организации. И я рад, что за это прошедшее время ряды организации более стали сплоченными. Большее количество наших ветеранов и инвалидов стало объединяться в этой организации. Чувашская республиканская организация. Одна из наших самых устойчивых, надежных, лучших организаций, которые существуют в общероссийской общественной организации. Геннадий Петрович был доверенным лицом кандидата в президенты Путина Владимира Владимировича. Он участвует в работе Российского народного фронта. Это большое доверие тоже. И это действительно признание. Сегодня можно смело говорить о законодательной инициативе, об издательской деятельности. Почему? Потому что законодательная инициатива наша проявлена, поддержана руководством республики. Нам удалось зажечь клуб, военно-потребительский клуб «Ильгужар» Шумерлинского района. И 20 человек мы поехали в Сызрин в 2008 году. И результатом того, что мы начали вот эту пропаганду выбора профессии военного летчика, в этом году дало плоды. Результатом этого явилось. Отмечено то, что наш выпускник 61-й школы, который к нам прилетел, Алексей Васильев, на сегодняшний день является лейтенантом военно-воздушных сил, но отлично закончил это училище. В торжественной обстановке были вручены награды общественных организаций активным членам Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны». Медали за помощь и содействие ветеранскому движению были удостоены и наши коллеги. Руководитель продюсерского центра радиовещания Национального радио Чуваши Олег Прокопьев и редактор Национального телевидения и радио Чуваши Родион Архипов. А в завершении для гостей торжественного мероприятия была подготовлена концертная программа. И разлетелись, как осколки, кто куда, Но всех собрала наша детская мечта. Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев в Москве принял участие в 22-м заседании Совета глав субъектов страны при Министерстве иностранных дел России. На заседании рассматривались вопросы состояния и перспектив развития Програниченного сотрудничества России и Евросоюза. С подробностей из Москвы Дмитрий Ковалев. Совет глав регионов России при Министерстве иностранных дел еще никогда не собирался в таком составе. У него вошли представители всех федеральных округов. Интересы ПФО представлял глава Чуваши Михаил Игнатьев. В состав Совета также вошел руководитель Россотрудничества Константин Косачев. Открывая заседание, руководитель МИДа Сергей Лавров подвел итоги работы предыдущего Совета, посвященного сотрудничеству с Востоком. Всего говорили о том, как налаживаются связи регионов, граничащих с Европой. В настоящее время действуют пять программ, в которых прописаны все аспекты сотрудничества с европейскими странами, среди которых есть и торговые партнеры Чуваши, к примеру, Польша. Впрочем, рекомендации руководителя федерального ведомства адресовались субъектам, непосредственно граничащим с европейскими государствами. В частности, Сергей Лавров отметил необходимость разрабатывать инвестиционные проекты и делать ставку на создание инновационных парков. Предпосылки для успешного сотрудничества с Евросоюзом в России создаются. В итоге все это может обернуться крупными контрактами. С прицелом на успешные проекты сегодня в Москву приехали участники выставки «Электрические сети России». Своей разработкой на форуме представляют 13 предприятий Чуваши. С работы экспозиции ознакомился и глава республики. Подробный обзор в наших следующих инвестиционных выпусках. Перспективы капитального ремонта многоквартирных домов в Чебоксарах нарисовали журналистам столичной администрации. Со следующего года начнет действовать республиканская программа, в которую войдут все дома, с исключением аварийных, подлежащих сносу и блокированных. По программе капитального ремонта можно произвести ремонт или замену лифтового оборудования, фундамента, кровли, внутридомовых систем и приборов учета, а также утепление и ремонт фасада здания. После принятия программы обязательства возникают у собственников помещений. После официального опубликования программы, получается, возникает обязательства у собственников помещений по истечении двух месяцев по внесению платы, то есть взносов на капитальный ремонт жилищного фонда. Эти взносы вносятся, значит, или региональному оператору, или отдельно на отдельный счет, в соответствии с принятым решением собственников помещений. На счет регионального оператора вносят однозначно это многоквартирные дома, которые выбрали в качестве управления через управляющую компанию, управление управляющей компанией вносят однозначно, значит, собственников помещений, которые, значит, в многоквартирных домах, где принято решение управления через создание ТСЖ, они могут создать свой фонд капитального ремонта по своему решению. Для этого должно быть отдельно протокольное решение. Платить взнос в фонд капитального ремонта придется и жителям новостроек, ведь через 10-15 лет их тоже неизбежно ждет капитальный ремонт. По предварительной информации, в Чувашии размер минимального взноса в фонд капитального ремонта составит 5 рублей 20 копеек за один квадратный метр, но по решению собрания собственников размер платы может быть установлен в большем размере. Ежемесячный взнос на капитальный ремонт обязаны будут уплачивать все собственники помещений многоквартирного дома, попавшего в долгосрочную программу капремонта. В случае непринятия решения о способе накопления средств на капремонт это сделает администрация города. О готовности дорожных организаций к зимнему сезону рассказал заместитель руководителя управления автомобильных дорог Республики Дмитрий Михайлов. В связи с ухудшением погодных условий для принятия мер дежурным службам подрядных организаций разошло на предупреждение за истекшие сутки на республиканских автодорогах работало 114 единиц техники. Расход противоговоренных материалов состоял 2245 тонн. Состояние автодорог удовлетворительно. Некоторые дорожные организации будут заниматься вывозом припаркованных транспортных средств, если они будут мешать расчистке проезжей части. Это возможно и во дворах, но только по жалобам жителей или коммунальных служб. Михаил Дементьев, Евгений Раськин, Республика. Плохие дорожные условия и несоблюдение правил дорожного движения стали причиной аварии сегодня утром на проспекте Ленина. Молодая женщина с трехлетним ребенком пыталась перейти дорогу на пешеходном переходе. Информации о фотографии происшествия появились на портале на связи. Когда они вышли на «Зебру», их сбил микроавтобус. Ребенка, находившаяся на руках матери, отбросила от удара маршрутки, а женщину протаранило еще 20 метров. Как оказалось, за рулем был 34-летний водитель, который двигался по 41 маршруту от железнодорожного вокзала в сторону залива, сообщили республиканской госавтоинспекции. Девочка поступила в реанимацию детского медицинского центра, а ее мать в нейрохирургическое отделение БСМП. По словам исполняющего обязанности главного врача, женщина в тяжелом состоянии с множественными травмами. 11 декабря в орбитажном суде Чувашии рассмотрят заявление конкурсного управляющего Волжского текстильной компании Юрия Парамонова о привлечении бывших ток-менеджеров к ответственности. В черном списке известны всему городу фамилии Дмитрий Романцов, Никита Колесников, Владислава Дудин, Евгений Осокин и Дмитрий Порт. Сумма субсидиарной ответственности почти 4 миллиарда рублей. Выше указанные лица в разное время находились руля компании. В Чувашии появился новый туристический маршрут. Он посвящен 400-летию Дома Романовых. Маршрут прилегает по Мариинску-Пасадскому району и носит название «Под императорской короной». Маршрут состоит из знакомства с гербами города Мариинский посад и района, посещение музея Геральтики, творческой мастерской художника-геральтиста Вадима Шипунова, набережной с памятником императрице Марии Александровне, супруге Александра II. В честь императрицы Марии Александровны полтора века назад село Сундер и три соседние деревни были переименованы Мариинский посад и получили статус города. Памятник императрице был открыт этим летом. Теперь же бронзовую императрицу многие марпасадцы считают покровительницей города. В этом же туре туристам предлагают посетить смотровую площадку с видом на Волгу и Государево-Гору. Кроме того, в программу экскурсии входит театрализованное представление «Здесь государыня быть изволила» и поездка на легендарную Государево-Гору – одно из семи чудес Чувашии. Те же туристы, что хотят выехать за пределы республики, могут воспользоваться дополнительными туристическими поездами. РЖД запустит более 60 туристических поездов, популярные у россиян города России и Европы. Большим спросом во время зимних праздников традиционно пользуются туры в Ощину Деда Мороза – Великий Усюк. В настоящее время на этом направлении запланировано 14 пар поездов из Нижнего Новгорода, Перми, Москвы, Казани и других городов. Ежегодное лидерство среди зарубежных направлений сохранила Финляндия. На железной дороге большим спросом пользуется выездной тур в Лапландию на родину Санта-Клауса. В настоящее время запланировано 32 поезда в Финляндию. Также в декабре-январе туристические поезда будут курсировать в Польшу, Словакию, Эстонию и страны Прибалтики. В столице Чувашии впервые прошел международный форум редких и самобытных этнических групп и исполнителей на необычных инструментах истоки. В форуме приняли участие коллективы из разных стран уголков нашей страны, в том числе и чувашские исполнители. В течение трех дней на форуме демонстрировали необычные подходы к народно-инструментальному и это художественному творчеству. Участвовали в фестивале коллективы, группы, солисты и исполнители на редких, старинных и аутентичных инструментах без ограничения по возрасту. Одним из специальных гостей форума стал известный композитор и основатель джаз-бас-театра Алекс Ростоцкий. В программе мероприятия была представлена высовка национальных костюмов и вышивки, а также экспозиция старинных инструментов Алексея Палагина в Чувашском государственном художественном музее. Торжественная церемония закрытия состоялась во Дворце культуры Чувашского государственного университета имени Ульянова. Национальный телевидение готовит к показу телеверсию гала-концерта. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok